Приветствую вас, поскольку основная проблема ревности, то, наверное, о ней пойдет речь. А видите ли, для того, чтобы проще относиться к жизни и повышать свою самооценку, а именно ее низкий уровень и является источником того, что вы постоянно ревнуете и накручиваете себя, будет реализовываться не только в отношениях мужчины, но и во всех других отношениях, какие только возможны. И для этого вам необходимо перестать на первое место ставить именно отношения с вашим молодым человеком и жить для себя, делать что-то для себя, по сути дела заниматься собой, развиваться, как-то двигаться в тех направлениях, которые вам интересны и прочее. И тогда, получая обратную связь, успехи от того, что вы делаете сами, не хотите своего молодого человека самостоятельно, у вас и будет сформироваться новое отношение к самой себе. И оно будет связано не с тем, что вы постоянно сомневаетесь, что ваш молодой человек с вами, что он ставит вас на первом месте и так далее, а вы будете обращать внимание на то, что у вас лучше всего получается. И чувствуя успеха, вы будете понимать, что вы достойны, что вы востребованы, что вы имеете право на то, чтобы быть счастливой. И, соответственно, своего мужчину держаться перестанет. Ибо, если он действительно вас обманывает, то это рано или поздно скроется. Если он действительно вас обманывает, значит, что он не оценил вас по достоинству. А раз он не оценил по достоинству, то это его проблемы. И он сам не виноват. То есть здесь нужно просто-напросто перестать бояться того, что вы останетесь одна, изменить вот этот страх вашей, скажем так, сторонней реализации, реализации в других сферах жизни. И, наверное, я дам еще такую рекомендацию, согласно которой, каждый раз, когда вы хотите поревновать, каждый раз, когда вы хотите заказать истерику, вы лучше проявите нервность к мужчине. Проявите к нему ласку, проявите заботу. И вы увидите, насколько сильно изменится отношение к вам. Мужчина будет относиться к вам теплее, бережнее, заботливее, будет уважать вас больше. А так, если вы будете вести себя подобным образом, то он ничего удивительного в том, что стремится проводить больше времени с друзьями, ведь он, по сути, боится вам что-то сказать, боится делать что-то не так, и вы сразу обижаетесь. То есть нужно работать над собой, над своей самооценкой, уверенностью в себе, реализовываться в жизни параллельно с ним, конечно же, и устанавливая в себе определенные цели, стараться эти цели достигать, тем самым понимая, что жизнь не крутится только вокруг вашего парня. И работая над повышением самооценки, вы, по сути дела, заметите, как вас все меньше и меньше станет волновать во другие возможные девушки вашего мужчину. Почему? Да потому что вы будете понимать, что вы гораздо лучше них. А если мужчина этого не понял, то он очень ограниченный и, по сути, вас не любит. И зачем вам такой мужчины, который вас не любит? Далее, нужно сказать так, что ревность чувствует эгоистично. И направлено оно, в первую очередь, на вас саму-саму. То есть мужчина вам для чего-то нужен. Вы его стремитесь удержать, вы не хотите его потерять. Но истинная любовь – это желание сделать человека счастливым. Истинная любовь – это когда дает человеку свободу, и он по собственному желанию находится с собой. Раз вы этого не делаете, значит, мужчина вам для чего-то нужен. Вы используете мужчину, отчасти, как средство. Ну, нужно понять, средством для чего вы его используете, что он помогает вам обрести. И босраться обрести – это самостоятельно, без него. Тогда вам будет проще, тогда вам будет легче, тогда вам будет более ясно представить себе свою картину жизни. И понимать, что вот этого вы можете добиться самостоятельно. Вот этого вы боитесь и будете делать что-то, чтобы этого избежать. А есть еще, у вас молодой человек, которого вы любите просто так, и которому стремитесь сделать счастливым. И стремление сделать счастливым, но никак не пересекается с средностью, никак не пересекается с обидами и так далее. Обиды, эмоциональная реакция – это особенности ваших восприятий. И именно с вашим восприятием нужно работать. Понятно, почему вы реагируете? Причины я вам уже назвал, и, соответственно, теперь осталось только пересмотреть ваши отношения к мужчине, выявить в нем то, что касается лично вас, то, что нужно лично вам, и отделить это от искреннего отношения к мужчине. Если сможете это сделать, а вы сможете это сделать, то вам будет понятно, во-первых, как вы относитесь к мужчине, что он для вас значит действительно. И если это искреннее, чистое отношения вы сможете назвать любовью, допустим, то тогда вы сможете ваши отношения сохранить, вы сможете их продолжить, но уже на более серьезной, спокойной основе, как бы, такими характеристиками, как доверие, такими характеристиками, как уважение человека, понимание его потребностей, его желания и так далее. И не мешает вам так понять для себя лучше, что мужчина получает от общения с друзьями, что он с ними такого получает, что заставляет его с ними встречаться чаще, чем с вами. И постараться дать ему это. Вообще лучше поближе познакомиться с желаниями мужчины, понять, чем он хочет, и стараться дать ему это в полном объеме. Тогда он с вами больше времени проводить будет. Тогда и вам ревновать будет меньше поводов, потому что вы будете знать, что даете своему мужчине все, что он хочет. Зачем ему уходить другой, если он так получает все, что ему нужно. Ведь уходим другой, когда испытывается дефицит потребностей. А если вы будете все для него делать, то уход другой – это риск. А вдруг она не будет все потребности удовлетворять. Так что постарайтесь подумать в этом ключе. Соответственно, изменить свое поведение, свое отношение. Начать развиваться самостоятельно, тогда ваша жизнь изменится к лучшему. Ну, а если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду пока.